Добрый вечер, жамы телезрители! День подходит к завершению и самое время подвести его итоги, что и сделают сейчас наши журналисты и я, ведущая Екатерина Прехова. Иногда очень интересно оглядываться в прошлое. Ровно год назад наши новости сообщали о необходимости большей социальной поддержки государства и о том, что город помогает своим жителям, ведь в стране продолжался стремительный рост цен, который составил тогда оказавшиеся немыслимыми 5%. Через год, когда инфляция уже выше 20%, мы можем констатировать, что, к сожалению, это было лишь началом безудержного инфляционного роста. Поспеет ли за ним рост зарплат? Не начнет ли сокращаться рынок труда? Этими прогнозами озаботились на пресс-конференции в Министерстве финансов, откуда Сергей Овченков вернулся без особо позитивных эмоций. На фоне экономического кризиса актуальным остается рост заработной платы практически во всех сферах. Ведь учитывая то, что по инфляции Эстония в лидерах по росту по сравнению с другими странами в Евросоюзе, необходимо также прикладывать усилия для того, чтобы рост заработной платы также соответствовал этому уровню. А иначе фраза «свести концы с концами с каждым днем» будет становиться все актуальнее. Исследования Министерства финансов показывают, что заработная плата в государственном секторе, куда входят люди, получающие зарплату из госбюджета, в том числе учителя, врачи-спасатели и так далее, сейчас ниже, чем среднемесячная брутая зарплата в Эстонии. Да, рост действительно наблюдался, но он был ниже, чем, например, в частном секторе. «В этом году очень быстро выросла инфляция, и это сказалось на росте заработной платы. Это даже изменило общение с работодателями как в общественном, так и в государственном секторе. Если раньше на уже работающих не обращали такого пристального внимания, то теперь из-за уходящих с рабочего места работодателям приходится поднимать зарплату». Данные показывают, что рост заработной платы в государственном секторе на сопоставимых должностях отставал от роста заработной платы в частном секторе в течение последних трех лет. В то же время, в трудные времена государственные служащие должны были выполнять обязанности, связанные с разрешением кризисных ситуаций в дополнение к своим повседневным задачам. Это также означало сверхурочную работу и переподготовку по некоторым предметам. Министерство государственного управления планирует направить правительству составленный отчет, в котором представлена ситуация и вариант ее решения. «Мы бы хотели, чтобы чиновничий госаппарат не раздувался бы. На последние три года преподнесли нам значительное количество кризисов. И нам необходимы силы, чтобы выдержать. В этом плане мы понимаем, что государственный сектор нужно сделать более мобильным и гибким. Мы бы хотели, чтобы и те решения, которые сейчас используются в Эстонии, стали бы более доступными и простыми в обращении. Это улучшило бы условия для гибкости и мобильности многих работников общественного сектора». Насколько предложения министерства госуправления помогут в общественном секторе, станет ясно лишь со временем. Сейчас же понятно то, что рост заработной платы при таком уровне инфляции не поспевает за ростом цен, от чего страдают не только работники общественного сектора, но и самые незащищенные слои, как, например, пенсионеры. Сергей Овченков, Роман Васильев, новости Таллина. Сергею Овченкову достались сегодня довольно мрачные темы. И с финансами не все ладно, а теперь возникает резонный вопрос, что дальше. И вот начинают сбываться предсказания многих экономистов о том, что мы можем вступить в период массовых сокращений. По данным департамента статистики, в третьем квартале этого года в Эстонии насчитывалось 40 600 безработных. Это на 700 человек больше, чем в том же периоде прошлого года. И сильнее всего затронут промышленный сектор. Причем, скорее всего, эти цифры будут расти. В последние недели во всем мире произошло огромное количество увольнений. Международные технологические гиганты, такие как Амазон, Мета, Нетфликс, объявили об увольнении десятков тысяч сотрудников. К сожалению, влияние экономического кризиса затронуло также и нашу страну. В октябре уже 17 крупных эстонских предприятий заявили о сокращении большого числа своих сотрудников. Это уже сделали фирмы Palmaco, La Sita Ma и Standard. Кроме того, только в этом месяце о коллективных увольнениях объявили старейшая итальянская типография Reusner, сеть по изготовлению сэндвичей Subway, эстонская IT-фирма PipeDrive. Уведомления об увольнении часто бывают ошеломляющим. С такой ситуации очень трудно справиться, тем более в одиночку. Когда человеку приходит уведомление о сокращении, то это, как правило, решение только одной стороны, поскольку у получившего его человека в такой ситуации нет права голоса. С большой долей вероятности у большинства людей в этом случае возникает целый спектр негативных чувств. В такой ситуации рекомендуется подумать о том, что у вас сейчас появилось свободное время для себя, и вы можете задуматься о том, чем вы действительно хотите заняться. Совет, конечно, разумный, тем более, что конкурирующие фирмы также следят за новостями об увольнениях. Например, как только местная IT-компания PipeDrive сократила 15% своих сотрудников, то другая компания из IT-сектора кибернетика сразу же предложила уволенным вакансии. Но где искать работу тем же железнодорожникам, которые обучены и владеют такими редкими, но теперь вдруг невостребованными специальностями? Ведь о сокращениях сообщила и железнодорожно-логистическая транспортная компания Operail. Эти решения нам дались очень тяжело, особенно в тех сферах, где мы не сможем найти новых работников, потому что раньше новичков обучали специалисты на месте. И если мы сокращаем этих специалистов, то в случае нормализации ситуации будет очень сложно восстановить работу в этих сферах. Касса по безработице также предлагает практически навыки, такие как обучение на собеседовании, помощь консультанта по вопросам карьеры, которая помогает найти выход из, казалось бы, безнадежной ситуации. При этом Касса по безработице советует не затягивать такой отпуск и следить за рынком труда. Конечно, работодатели можно понять, ведь у них есть весомые причины для таких жестких решений. И все же, выслушав мнение работодателей, прислушаемся к мнению профсоюзов и работников, которые выскажет сегодняшний гость нашей студии. Сергей Овченков, Лиза Адусо, Андрес Лорант, новости Таллина. Подсчитано, что за этот год уже потеряно более двух с половиной тысяч рабочих мест. Ожидается и большое сокращение количества сотрудников в разных секторах, но очень большую тревогу испытывают железнодорожники. О чем мы и поговорим сегодня с нашим гостем в студии, членом правления Центрального союза профсоюзов Олегом Чубаровым. Добрый вечер. Олег, есть такая формулировка о том, что государственная железнодорожная компания Opereo в начале этой недели уведомила кассу по безработице о том, что будут сокращены еще 60 работников. И еще означает, что сокращения не начались, а продолжаются. Да, к сожалению, в этом году уже с начала года начались сокращения в связи с войной в Украине, с падением транзита и это основная причина обосновывается работодателем. Здесь, конечно, до сегодняшнего дня уже сокращено 150 человек. И еще вот этот список, который предложен работодателям, теперь на столе у нас и мы уже начнем консультации по этим вопросам. А сколько процентов получается уже сокращено? Ну, если мы берем от последних цифр, то почти половина работников уже сокращена. Будет с последним списком. Поэтому сегодня сложно сказать, как можно было бы это остановить, это сокращение. Это самое легкое, что можно сделать, хотя, опять же, эти же работники лягут на плечи государству. И государству здесь надо было бы принять четкое и правильное решение. Кстати, удалось ли встретиться с министром? К сожалению, с министром встречи не произошло. Мы надеемся, что в ближайшее время он найдет все-таки время для представителей работников и ответит на нехорошие вопросы, которые мы будем задавать, потому что это показывает ситуацию, где дееспособность нашего министерства, министра, правительства на очень плохом уровне. Потому что можно было бы это все исправить, если раньше, скажем так, мы об этих проблемах уже говорили с начала того, когда начал падение транзита, что поток, которым надо заниматься, это через Прибалтику, в Польшу и так далее. Этот путь у нас есть. Не надо строить и ждать РЭЛ Балтику. У нас есть этот путь, и можно было бы этим путем заниматься. К сожалению, нету этих договоренностей, нету этих решений. Эти решения заключаются в том, чтобы поставить вопрос по поводу обложения налогом, дорожным налогом грузовые перевозки по дорогам и перевести этот груз на железную дорогу. Что, в конце концов, решило бы много проблем. Вопрос с зеленой политикой, вопросом того, чтобы безопасностью на движение дорог, которые сегодня у нас происходят. Главное, что нам сегодня надо понять, как мы можем уменьшить количество сокращаемых. Готовы ли люди идти на митинг? Потому что наверняка это всего лишь начало цепочки сокращений, и дальше будет только больше. Ну, благодаря нашему правительству все люди сегодня боятся. Боятся этих выходов, боятся, не знают, что за этим путь следует. Но мы будем собирать эту информацию, и сегодня уже есть те люди, которые говорят, что надо выйти и высказаться по этому поводу. Но сейчас наша задача решить эту проблему с уже поступившими сокращениями. И этим мы сейчас вплотную занимаемся. Их, возможно, будет предотвратить? Мы стараемся уменьшить количество сокращаемых и найти обоснование тому. Потому что здесь не только процесс сокращения. Это безопасность движения поездов. Спасибо большое. Спасибо. Тревожные звоночки о возможном сокращении работников поступают из разных отраслей. Печальное лидерство. Здесь у обрабатывающей промышленности. Например, только в маленьком Выру как раз сегодня работу потеряли 47 человек с деревообрабатывающего предприятия. Трудовых мест могут лишиться множество людей, в которых есть острая нужда. Например, доставщики еды или таксисты, если они не будут владеть эстонским на должном уровне. То есть, проблему создает и сложная ситуация в мире, и само правительство страны. И, как ясно из разговора с членом правления Центрального союза профсоюзов Олегом Чубаровым, перспективы на 2023 год пока туманны. А мы переходим к другим темам. Таллиннская городская управа направила в горсобрание проект-постановление, в котором будет прописано, какие именно объекты инфраструктуры общего пользования и в каком объеме обязан возвести застройщик. До сих пор у Таллина не было единого порядка проведения подобных процедур. И эти вопросы всегда решались путем переговоров или даже бесконечных препирательств с каждым застройщиком отдельно. Илья Бань изучил, насколько прозрачной и понятной для строительных фирм станет новая система. У любой строительной фирмы, получившей необходимое разрешение на строительство, возникают обязательства перед Таллином и его жителями. Они касаются той инфраструктуры, которой будут пользоваться не только жители выстроенных домов, но и всего микрорайона. Это дороги и дорожки, остановки общественного транспорта, перекрестки, коллекторы, небольшие парки, променады и зеленые зоны. И это логично, ведь новые дома и квартиры означают приток жителей, а значит и они, и те таллинцы, которые уже жили неподалеку, будут пользоваться новой инфраструктурой. Поэтому Таллинская городская управа направила в городское собрание проект постановления о строительстве сооружений общего пользования и его финансирования со стороны застройщика. Теперь у нас есть четкая регуляция о том, сколько денег застройщик должен вкладывать в строительство улиц, парков, детских площадок, ливневой канализации, которые не находятся на территории самой детальной планировки, но к ней примыкают и напрямую связаны с интересами горожан, которые двигаются вокруг, пользуются этой инфраструктурой. Это хорошая новость для жителей Таллина. Теперь у города появится четкая и прозрачная база для того, чтобы привлекать средства застройщиков к созданию общественной инфраструктуры. Строители, которые будут точно знать, что они обязаны сделать, а что является прихотью новых хозяев, тоже будут довольны, ведь это означает понятные и равные для всех участников рынка правила подобных договоров, которые позволят тем, кто сооружает объект, лучше прогнозировать свои расходы и обязательства, которые возникнут перед городом. Для этого выведена даже специальная формула, по которой будут рассчитываться инвестиции застройщика на городскую инфраструктуру. Она составляет для большинства застроек 20 евро за квадратный метр бруто площади, и к нему будет также добавляться индекс строительных цен. Мы считаем, что такая сумма, с одной стороны, учитывает реальную ситуацию на рынке, а с другой стороны, сможет обеспечить городу необходимое финансирование инвестиций. Новое постановление снизит риски заключения соглашений, которые могут оказаться невыгодными для города или застройщика. В общем, и будущим хозяевам, и строителям обещают торжество закона и справедливости. Илья Бань, Роман Васильев, Новости Таллина. 17 килограмм одежды. Именно таков внушительный вес изделий из текстиля, которые каждый из жителей Эстонии ежегодно выбрасывает в отходы. Впрочем, не каждый житель страны. Кому-то эти вещи вполне бы пригодились. Большую часть из них можно было бы пожертвовать нуждающимся или отнести в магазины повторного использования, чтобы одежда нашла нового владельца. Это одна из главных тем, начавшейся во всей Европе недели сокращения отходов, в которой Лина Туровская призывает принять активное участие итальянцев. До 27 ноября идет Общеевропейская неделя сокращения отходов. В нынешнем году в центре внимания оказался текстиль. В рамках этой кампании Министерство окружающей среды призывает задуматься о своих привычках потребления, а некоторые люди, вполне возможно, пересмотрят их. Ведь в последние десятилетия мы покупаем одежду так же легко и просто, как, например, пирожок или пачку салфеток. А на самом деле текстильные отходы – это огромная проблема для окружающей среды, в том числе и для Эстонии. Очень часто текстиль выбрасывают вместе с другими отходами, и его не удается утилизировать должным образом. У нас уже меньше и меньше хлопка, то есть природного материала, а все больше мы добавляем разную синтетику. Синтетика в основном пластик, большей своей частью. И вот здесь надикает очень много проблем с переработкой. Дело в том, что простой пластик, который, например, бутылка пластиковая, ее можно очень легко переработать. Но если это текстиль, где комбинированные материалы, здесь изникают большие проблемы. Лучше всего эту проблему могли бы решить дизайнеры. Насколько эффектно и дорого могут выглядеть вещи повторного использования, показала дефиле, которое прошло в дневном центре Хаберсти. Как раз Общая Европейская неделя отходов и направлена на то, чтобы объяснить людям опасность перепроизводства вещей и обратить внимание на то, что из-за маленькой дырочки в свитере не надо его сразу выбрасывать. Что же касается эстонской столицы, то в рамках Европейской недели сокращения отходов таллинцы могут бесплатно сдать крупногабаритные отходы. Таллин в этом году отмечает Европейскую неделю сокращения отходов большой компанией по сбору крупногабаритных отходов. Сделано это для того, чтобы все те вещи, которые обычно заканчивают свое существование в мусорном баке, попали бы в правильное место. Уже в четвертый раз все жители столицы могут бесплатно сдать на станции приемы отходов до трех кубометров крупногабаритного мусора. Например, сломанная старая мебель или велосипед. В общем, все те вещи, которые нельзя сдать в обычные бытовые отходы. Более подробная информация и адреса станций по приему отходов находятся на официальном сайте Таллина. Ну а если вы хотите участвовать в Общеевропейской неделе уменьшения отходов, посмотрите разные статьи или онлайн-семинары и зайдите на сайт Европейской недели уменьшения отходов. Здесь есть карта и информация, что и где происходит. Есть даже мероприятия для детей. Ленитровская, Роман Васильев, новости Таллина. И в продолжение темы поговорим об отходах, куда более крупных, чем брюки или блузки. При активной поддержке столичной муниципальной полиции в этом году с городского пространства Таллина вывезено уже 428 брошенных автомобилей. В настоящее время идет производство в отношении еще 275 машин. Таким образом, в городе освобождаются ценные парковочные места и улучшается качество обслуживания улиц. Михаил Владиславлев обращает особое внимание, что очень важно избавиться от автохлама до наступления обильных снегопадов. Некогда автомобиль был роскошью, и проблемы брошенного автохлама просто не могло возникнуть. Позднее ее можно было объяснить, появление на дорогах страны дешевых, подержанных автомобилей Западной Европы. И сейчас автомобиль стоит недешево, и столь небрежное отношение удивляет сотрудников муниципальной полиции. Ведь даже если вы игнорируете современные зеленые тренды, многие авто, вложив их в ремонт не очень большие средства, вполне можно было бы использовать еще несколько лет. В нынешней ситуации на них есть спрос. Многие фирмы покупают подержанные автомобили для сотрудников. Пока же каждый год при содействии МУПа сотни транспортных средств отправляются на свалку. Вывоз автохлама стоит у нас как один из главных приоритетов. Могу похвастаться, что за последние несколько лет проделанная нами работа, она действительно видна. То есть проезжая по улицам города Таллина, вы так сходу не обнаружите заброшенный или автохлам. Брошенные автомобили – проблема спальных районов, в основном ластами, мустами, пахетали на Исьме. Это и понятно. В центре города в основном парковка платная. С точки зрения правил благоустройства Таллина, надо разделять автохлам и спящие автомобили. Автохлам – это транспортное средство, у которого отсутствуют механические части, детали кузова, колеса. Также оно нарушает облик района и представляет опасность для окружающей среды. Спящий автомобиль просто долгое время не используется, однако припаркован правильно и не препятствует движению. Но он все равно мешает уборке снега и занимает дефицитное парковочное место. В последние два года активно очень ведется работа в этом направлении. И когда мы с гражданами связываемся, они уже более активно идут с нами на контакт. То есть не приходится по несколько раз звонить, уговаривать. К счастью, одного звонка зачастую достаточно, чтобы человек свой автомобиль либо перепарковал, утилизировал или дал ему новую жизнь и отправил в дорогу. Так что последнее время отношения к автохламу у жителей города меняется. Получив сообщение, инспектор Муба пытается связаться с владельцем и выяснить, почему машина простаивает. Если владельца не найти, или он просто не убирает машину, то можно инициировать производство по делу о проступке и переместить авто на специальную стоянку. Зима уже началась, выпал снег, и начались активные уборочные работы. Муба просит владельцев убрать автохлам. Вызов старого автомобиля можно заказать, позвонив в «Союз автосвалок» или по бесплатному телефону предприятия «Кузакоски». Горожане, в свою очередь, могут сообщать о брошенных автомобилях по телефону городской помощи 14 410. Напомним, что год назад было вывезено 626 старых автомобилей, а в этом уже 428. Михаил Владиславов, Петр Ульявайн, о новости Таллина. Если вчера Вадим Малышкин приглашал всех на каток, то сегодня он призывает зрителей посетить пляж. Дело не в купальном сезоне. Управа пахья Таллина призывает выдвинуть идеи относительно того, как могла бы дальше развиваться территория пляжа Штромка. Особенно ждут предложения относительно места, где находится, а точнее сказать, находился так называемый «белый домик», который в эти дни строители разбирают, поскольку это здание было настолько сильно амортизировано, что ремонтировать его бессмысленно. Что в будущем может появиться на месте пляжного домика, выяснял Вадим Малышкин. Одним из символов очень популярного пляжа Штромка уже давно стало центральное здание, так называемый «белый дом». Однако время берет свое, и этот дом уже не отвечал требованиям безопасности. Поэтому было принято решение его снести, чтобы в будущем на этом месте возник новый современный пляжный центр. В прошлом году был объявлен архитектурный конкурс и даже был проект победитель. Но, к сожалению, никто из строителей не сделал подходящего предложения. После сноса старого здания эта территория останется пока пустой. Однако власти района надеются, что все же ненадолго. Управа района объявила сбор идей, в которых местные жители могли бы высказаться, что они хотят видеть на этом месте. Какое здание, главное, какие бы могли быть услуги в этом здании. Должно ли здание функционировать круглогодично или же только в летний период и так далее. И могу сказать, что на сегодняшний день уже пришло много интересных предложений. Надеюсь, город все же примет решение построить здесь новое здание. Пока что это еще неизвестно. По словам старейшины, те, кто часто бывают на пляже Штромка, отмечают важность такого пляжного центра. Ведь там, помимо кафе и магазинчика, можно будет расположить сразу несколько прокатных станций. Например, прокат лыж и коньков в зимний период, а летом прокат лежаков, зонтиков и спортивного пляжного инвентаря. Приятно удивил тот факт, что немало было прислано предложение о том, что в новом доме должна быть баня, которая будет работать круглый год. Но есть и особые пожелания. Я любитель Павла Кереса, я люблю его, вечно второго нашего шахматиста. Партию шахмат сыграть. На двор в такую погоду уже не пойдешь, а там бы... Кстати, среди местных жителей были и те, кто выступил за то, чтобы ничего не строить на этом месте, а просто наслаждаться видом на море. Но точек, откуда можно полюбоваться морским пейзажем на Штромке, немало. А вот пляжного центра действительно будет не хватать. Но все же нам кажется, что пустовать место долго не будет. Кстати, свои идеи по поводу будущего здания можно по-прежнему высылать на адрес управы, который вы видите на своем экране. Кстати, не забывайте, что от вас очень ждут и выбора лучших идей, которые воплотятся в народном бюджете. Но Штромка – история особая и очень любимая таллинцами. Вадим Малышкин, Петер Юльвайн, новости Таллина. Но пока до пляжей, видимо, доберутся лишь любители зимнего плавания. Во всяком случае, зноя в ближайшие дни погода не обещает. Напротив, ее осенний прогноз все более похож на прогноз зимний. Встреча с Новосибиром. Ветер восточный, юго-восточный – 2,8 метра в секунду. Температура воздуха от минус 3 до минус 5 градусов. В четверг днем облачно, пойдет небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный – 3,8 метра в секунду. Температура воздуха от 1 до 3 градусов мороза. В пятницу ночью облачная погода, временами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный – 3,9 метра в секунду. Температура воздуха – минус 2, минус 3 градуса. В пятницу днем ожидается облачная погода и легкий снег. Ветер восточный и юго-восточный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха 1-2 градуса мороза. Ну вот и все на сегодня. Но завтра наш журналистский коллектив продолжит следить за событиями, разворачивающимися в Таллине. А я, Екатерина Плехова, с вами прощаюсь и приглашаю вас собраться завтра вечером у экранов, чтобы посмотреть программу «Новости Таллина» и узнать все самое важное, что произойдет в предстоящую среду. Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok